Сегодня в Первоуральске ввели особый противопожарный режим. Теперь там запрещено любое использование открытого огня. Тем временем, совсем неподалеку, в деревне Слобода, жители жалуются на едкий дым со стороны лесопилки. Почему щепки горят, выяснял Николай Палкин. Дым сейчас без огня, хотя, судя по количеству обугленной древесины и кучам золы, огонь здесь был неоднократно. Кто здесь устроил такое кострище, пока непонятно. С одной стороны виднеется забор деревообрабатывающего предприятия, с другой – частый уральский лес. Лесные пожары здесь, похоже, никого не пугают. Вокруг большого костра древесные обрезки, опилки и даже газовые баллончики. Все это в 15 метрах от леса. Местные рабочие при виде камеры заявляют, они здесь случайные гости. Нам разыскали, что постоянно ребята здесь работают, говорят, сжигают. Мы думали, что вы. Нет, это вот это. С лесопилки приходят сюда. Это их место. Ну да, там яма. Раньше ее здесь не было. А вы просто частные себе на забор, что ли? Да. Местные жители говорят, на лесопилке костры жгут по ночам. Едкий дым со стороны пилорамы идет в любое время года уже на протяжении пяти лет. Люди вынуждены переезжать подальше от ежедневной копоти с лесопилки. Постоянно жгет. Такая жра, он еще жгет. Дышать нечем. Я ночью угораю, встаю у меня тынкой от головы. А кто жгет? Хозяин кто? Вы думаете, это пилорама? Не думаю, а точно. Но заявление в полицию местные жители писать боятся. Тут, ну, старик этот умер уже. Он, говорит, ходил. А куда-то он пожаловался. Так ему приехали. Ты, говорит, еще будешь пожаловать? Сам там окажешься, в этом костре. Не знаю, я ни разу ни огонь не видела, ни дым. Пошли. Пожарные по нашему вызову все же приехали на место и нарушения зафиксировали. Нарушаются правила противопожарного режима. Данные нарушения будут доложены непосредственному руководству. После чего руководство примет решение. В Белимбаевском лесничестве о регулярных сжиганиях отходов с лесопилки знают. Но наказать предпринимателя не получается. Там пиломатериал в год постоянно. Понимаете, это их костер, он круглогодичный. Мы понимаем, мы пишем предписания, чтобы они, как бы сказать, в течение какого-то пожароопасного периода, они этим не занимались. При этом в администрации района уверяют, на лесоперерабатывающее предприятие за последние два года официальных жалоб на дым и огонь не поступало. Земельный участок, на котором, по информации жителей, происходит сжигание древесных отходов, находится в частной собственности двух физических лиц и относится к землям сельскохозяйственного назначения. Возможно, все предписания сгорают в кострах лесопилки. Если факт нарушения правил безопасности все же подтвердится, виновных привлекут к ответственности. Частнику за порчу леса и вред экологии грозит до 5000 рублей. Николай Палкин, Константин Стенин, События ОТВ.